Сегодня праздник у девчат Сегодня будут танцы Мы усиливаемся и действуем Привет, друзья! Вы смотрите Опиум для народа на канале Денису Микрофона Ну что, давно не виделись и повод поговорить, повод очень-очень серьезный Я понимаю, что я стараюсь все разбавлять шуточками, юмором, но пока не до смеха Пока не до шуточек Потому что ситуация, похоже, она выглядит со стороны совершенно иначе, чем изнутри И мне кажется, что люди всерьез не понимают, с какой опасностью они сталкиваются И с тем, какие проблемы могут быть буквально в ближайшем будущем Слишком много показывает Фейсбук И людям кажется, что весь мир он в Фейсбуке, он в каких-то социальных сетях Но нет, поверьте, мир по-другому действует и живет совершенно по другим законам И ваши лайки, ваши какие-то перепосты и даже подписание петиции На самом деле ничего не значит Это исключительно такой вот замер общественного мнения И какой-то терпимости людской Насколько люди согласны это обсуждать Насколько людям интересно об этом говорить И можем ли мы давить дальше на эти болевые точки Пятый канал, один из последних сюжетов Пятого канала На котором выступает Андрей Юраш Я думаю, его не надо представлять Один из отцов Томаса Один из соратников Петра Порошенко Человек, настроенный против канонической православной церкви Греко-католик И этим много сказано Человек, который, в общем-то, пытается всячески уничтожить Украинскую православную церковь Очековано, что появилась петиция Петиция с вимогой забрати арендованную лавру Московского ордена Ленина Патриархата И, как мы знаем, она уже вчера набрала необходимых 25 тысяч Сразу сходу 25 тысяч было даже с хвостиком Я надеюсь, что для Чайки, для этого пропагандистка Давно-давно готовая камера в Лукьяновском СИЗО И, наверное, отдельно смолы ему там должны подогреть Потому что то, что он мелет И то, что он говорит И как он себя ведет Ни в какие рамки даже здравого смысла не лезет Ну да ладно, давайте сосредоточимся на сути Он говорит о петиции То есть, что мы видим с вами Есть петиция на сайте президента И там любой желающий может создать петицию И просить других людей подписать Если петиция набирает 25 тысяч голосов То президент должен ее рассмотреть И вот здесь петиция о том, чтобы Украинской Православной Церкви С ней расторгнуть договор аренды Потому что Лавра это все-таки государственная собственность Которая находится в бессрочной аренде Украинской Православной Церкви Канонической Церковью И вот есть группа людей, которые желают Чтобы этот договор аренды был расторгнут И передано это другой религиозной организации Представительству Константинопольского Патриархата Так называемой Православной Церкви Украины И вот что отвечает товарищ Юраш То есть это определенный социологический замер для них То есть на самом деле эта петиция Никакой роли не играет Она противозаконна Потому что по закону нельзя это решать таким вот способом Нельзя это решать простым голосованием Точно так же, как нельзя было решать В каких-то селах передавать храмы Или не передавать Когда сбегались жители соседних сел Сбегались те, которые к храму вообще не имели никакого отношения Но вот решением территориальной громады Они принимали такое вот волевое решение Простите за тавтологию Для того, чтобы передать другой религиозной организации Из канонической церкви передать раскольникам то ли иное здание На что не имели ни малейшего права И до сих пор идут судьбы До сих пор приходится людям физически Отстаивать свое имущество, свои святыни И многое-многое другое Здесь уже вещи посерьезнее Лавры мы знаем, что давным-давно на них положили глаз Давным-давно вокруг них там и Филарет бродил И теперь бродит Епифания Они очень хотят их забрать, прибрать к рукам И не ждут такого выгодного момента Момента, когда они могут предпринять определенные действия При Порошенко это казалось более простым Сейчас-то кажется более сложным Потому что тогда он благоволил Была политическая воля Были готовы нагибать любых Мэров, губернаторов, да кого угодно Для того, чтобы в общем-то осуществлять его политическую волю Ничего с религией этого общего не имеет Кроме того, что человеку очень хотелось показать себя Как таким собирателем украинских раскольников Ну и через этот самый проект ПЦУ Который не принес ему политических никаких барышей Но наоборот, возможно, понизил его рейтинг Как кандидата в президент И он пролетел, как фанера над Парижем Но все равно держит фронт, так сказать И пытается наступать с разных сторон И вот послушайте еще аргументы человека из его окружения Андрея Юраша Ну ведь чушь, ну ведь чушь, ведь когда человек подписывает петицию, он даже не пишет там Своё какое-то вероисповедание Он может быть мусульманином, иудеем, да кем угодно Протестантом, в конце концов Есть даже вот в своё время была такая расхожая фраза Я атеист, но атеист киевского патриархата Которую употребляли некоторые люди И оно вполне показывает этих людей не воцерковленных Но желающих, чтобы у кого-то это забрать А другим отдать Просто потому, что им так хочется Им так кажется более справедливым Здесь Юраш опять же ссылается на ложную статистику Где говорит, что в 4 раза больше сторонников ПЦУ, чем канонической церкви Что, конечно же, ложь Вы можете посмотреть исследование Митрохина, известного религиоведа Который вот объехал там Западную Украину Он показывал, где, сколько людей в храмах Он их буквально по головам считал И это суперинтересно Найдите его в Фейсбуке Вы можете просто зайти в храмы ПЦУ Зайти в храмы УПЦ И сравнить, сколько там людей Безусловно, в не карантинное время Да и многое-многое другое То есть такие исследования проводить совершенно несложно И они дадут вам понимание того Что та статистика, статистические данные Которыми оперирует Юраш Это чистая манипуляция И это откровенная ложь Но к чему он ведет? Не вся Лавра е передана в беспрековое користувание УПЦ Московскому патриархату Только территория Нижней Лавры В той части было 79 объектов За 7 дней урядом Азарова была передана Отже, если есть механизм передачи Зрозуміло, что есть механизмы повернення У державное руководство Для этого нужно много складовых По-перше, политическая воля Потрібна, должно быть понимание Важливости этого процесса Вы понимаете, что такое политическая воля Это то, как раз то, что делал Порошенко Когда он просто продавливал эти решения Не советуясь ни с кем Для определенной группы людей И плюя на законы Плюя вообще на здравый смысл И вот она, политическая воля для Юраша И самое главное, должны быть зацепки Реальные зацепки Ведь он говорит не только о карантинных мерах А о чем-то большем Возможно, незаконная застройка И еще что-то И поверьте, с этим нельзя бороться петициями Тут нужны серьезные юристы Стоит всерьез подготовиться К долгой борьбе за свои святыни И это будет непросто Но людей пытаются расслабить И сказать, да, достаточно там галочку поставить Подписать, написать И все, и все хорошо Все прекрасно И мир снова играет старыми красками А Юраш продолжает Ну, но, конечно, что Найголовнее, это подтверждение Каких-то вещей, связанных С незаконной забудовкой С певными моделями поведенки Духовенства Чи вирующих Яки игнорували Ну, тут в данном факте Мы говорим про карантин Но можно брать И в ширшем каком-то контексте Там, например Знову поширение Идеи так званого Политического православия То есть все, что угодно Любая зацепка Чтобы зацепиться И начать юридический процесс Процесс для того Чтобы забрать эти лавры назад Собственность государства И заключить договор аренды с другими Что будет совершенно незаконно Конечно же И, понятное дело Это не решается петицией И об этом говорят юристы Об этом прямо говорит Отец Александр Бахов И об этом говорится Вот на сайте Тот же Союз православных журналистов Очень четкая позиция Там очень четко это обозначено Протери Александр объяснил Что электронная петиция О передаче лавры ПЦУ Противоречит закону Украины Про свернание громадяна Потому она не может быть рассмотрена И многое-многое другое То есть человек юрист За юридического отдела Украинской православной церкви Человек, который понимает это И вроде бы есть позиция Но которая почему-то Высказывается очень тихо А в деле мы видим Совершенно другое В деле мы видим Что почему-то Начинает запускаться Петиция против петиции И вот тут наоборот Оставить Киево-Печерскую лавру В пользование Украинской православной церкви И Витхилэйт Отстранить петицию Номер такую-то Где просят передать ее Религиозной организации ПЦУ Я искренне не понимаю Зачем? Для чего нужна эта война петиции? Кто это все придумал? Мы видим человека Который эту петицию создал Его зовут Абрамович Радион Александрович Я нашел такого человека Точнее мне помогли Вот здесь были выборы Народных депутатов Последние То есть по мажориторным округам Один из них Был такой Пархун Александр Владимирович Кандидат Народные депутаты По одному из округов Это Аболонь Город Киев И его представитель на месте Один из них Это как раз Абрамович Радион Александрович Что интересно Этот самый Пархун Александр Владимирович 32 года Герой Украины Там участник Гражданского конфликта На востоке страны Который там особенно Отличился где-то в районе Саурмогилы Ветеран из 95-й бригады Так называемой В общем-то И что интересно Он хоть и самовыдвиженец Но он член Европейской солидарности Партии Петра Порошенко Я не знаю Как можно быть членом партии Не разделять партийную политику Не разделять партийный взгляд на мир Но судя по всему Он вполне заряженный Такой-то массоносный чувак И вот человек Который создает петицию Был его представителем На выборах Народные депутаты Может быть он резко одумался Может быть это не тот человек Может быть я чего-то недопонимаю Но у меня как-то Вот эти вот пазлы Сходятся совершенно не так Как хотелось бы видеть И вот что происходит Вообще странно Что такой вопрос Выносится на обсуждение Что людям предлагают Простым голосованием Тут решать Передавать Не передавать А давайте мусульманам передадим Но их тоже много Или иудеям Они там в синагогу Может быть не помещаются Или буддистам Или кришнаитам Или сектантам Каким-нибудь там Адвентистам Седьмого дня Может быть им там Будет комфортнее Они там какую-то Свою духовную семинарию Откроют И в конце-то концов Посмотрите Что происходит На самом деле Посмотрите Что людей Готовят к тому Что эти вопросы Могут обсуждаться Они могут решаться Голосованием Но нет же Это все незаконно И нужно требовать Не просто Каких-то там петиций А наоборот Требовать того Чтобы все было В рамках закона И нельзя Просто разорвать Этот договор аренды Нельзя просто Сегодня захотеть Одним Завтра другим Все по закону Все было оформлено Это было серьезное решение В тринадцатом году И все достаточно четко И вот здесь Стоит подготовиться Украинской православной церкви Канонической церкви Готовить юристов Не лайкеров в фейсбуке Не людей Которые будут подписывать Петицию А профессионалов Которые будут отстаивать Каждую букву В этих договорах Которые будут отстаивать Каждый кирпичик В лавре В других святынях В других храмах Консолидировать эту работу Собрать всех вместе И показать Что если есть Верховенство права Если есть правовое государство То все это должно решаться В рамках права А не в рамках фейсбука И каких-то там петиций Потому что То что сейчас происходит Этот разгон По многочисленным группам Это смешно Это не имеет Ничего общего Ни с законом Ни с драмным смыслом Это похоже на какую-то Непонятную пиар-акцию Цель которой Исходя из того Кто ее инициировал Мне Совершенно непонятно И меня также удивляет Что в тех же православных группах Перепощивают Уж простите За такое современное слово Всякие новости Посты И Касающиеся Деятельности Организации Под названием Собор Собор Кумьюэй Организации Турчинова Которая прославляет Турчинова Которая ничего общего не имеет Ни с христианством Ни со многим другим Преследует определенные Политические цели Да они там рассказывают Мы боремся с гомосексуалистами Еще с кем-то Еще с кем-то Но друзья мои Вы кладете монетки В копилку Турчинова Человека Далекого От всего христианского Человека Который выдает себя За баптистского Руководителя И какого-то там Проповедника Но в котором Поверьте Совершенно другие страсти Воюют и борются Он построил себе храм И готов там уже сидеть В общем-то Я думаю Вы прекрасно понимаете О чем я говорю И какими духами Раз вы любите так говорить Он ведом Задумайтесь Кто вами манипулирует Задумайтесь Для чего эта война петит И перестаньте это делать Доверьте это профессионалам Пусть юристы Занимаются этими вопросами Требуйте конкретных ответов Конкретной позиции Четкой И да Лавра и все остальные Святыни Должна остаться У канонической Православной церкви Украинской Православной церкви Раскольники Раскольники Должны остаться Ни с чем Ведь бог поругаем Не бывает Подписывайтесь на канал Денису микрофона Рубрика опиум для народа Подписывайтесь на отдельный канал Опиум для народа Фейсбук Телеграм Я благодарен каждому Кто поддерживает этот канал Потому что многое возможно Хоть это в общем-то Работа практически Всегда одного человека Но те кто присылает материалы Те кто поддерживает материально Те кто молится Те кто пишет Какие-то слова ободрения Огромное вам за это Спасибо И будем продолжать И я уверен Что с нами правда И с нами бог До скорой встречи Ты заходи Если что